Глава третья. Выговор Аменемхата. Гармахис молится. Знамение, посланное великими богами. Пока я, Гармахис, шел домой, сок травы, которую Атуа положила на мои раны, причинял мне жгучую боль, но потом эта боль утихла. Правду говоря, я думаю, что трава — это замечательное средство, так как через два дня я был совсем здоров, и на моем теле не осталось даже следа царапины. Теперь меня беспокоило только то, что я ослушался приказания великого жреца Аменемхата, которого называл отцом. До настоящего дня я не знал, что он мой родной отец, полагая, что его сын убит, и что с согласия богов он усыновил меня и воспитал, приучая прислуживать в храме. Сердце мое было неспокойно. Я боялся старика, который был страшен в гневе и говорил со мной холодным голосом мудрости, но во всяком случае решился пойти к нему, сознаться в моем непослушании и вынести наказание. Держа кровавленное копье в руке, с кровавой раной в груди, я прошел наружный двор храма и подошел к двери жилища великого жреца. Это была большая комната, уставленная кругом скульптурными изображениями богов. Днем солнечный свет проникал в нее через отверстие в массивном каменном своде. Ночью же она освещалась висячей бронзовой лампадой. Я бесшумно проскользнул в комнату, благо дверь была не заперта, приподнял тяжелые занавеси и остановился с сильно бьющимся сердцем. Лампа освещала комнату, и при свете ее я увидел старика, сидевшего на кресле и слоновой кости, и черного дерева, перед каменным столом, на котором были разложены мистические письмена великих сказаний о жизни и смерти. Старик не читал, а спал, и его длинная белая борода лежала на столе, подобно бороде мертвого человека. Мягкий свет лампады падал на его лицо, на папирусы, на его бритую голову, на белое одеяние, на стоявший около него посох из кедра, знак его жейческого достоинства. На кресла и слоновой кости с ножками в виде львиных лап. Ясно обрисовывался сильный и мощный лоб, царственное величие в резких чертах лица, седые брови и черные впадины глубоко запавших глаз. Мягко поблескивало на его руке золотое кольцо с выгравированными на нем символами невидимого божества. Все остальное было в тени. Я смотрел на него и трепетал. Во всей его фигуре было почти божественное величие. Он так долго жил в постоянном общении с богами, так глубоко проник во все тайны божества, которых мы не умеем постичь, что теперь, казалось, приобщился Азирису и заставлял благоговеть перед собой простых смертных. Я стоял и смотрел на него. Вдруг он открыл свои глубокие темные глаза и, не глядя на меня, не поворачивая головы, заговорил. — Почему ты не послушался меня, сын мой? Как могло случиться, что ты вступил в борьбу со львом, когда я запретил тебе? — От кого ты узнал это, отец мой? — спросил я, совершенно пораженный. — Как я знаю это? — Разве нет других средств узнать, кроме наших чувств? — О, глупое дитя! Разве мой дух не был с тобой, когда лев прыгнул на твоего спутника? Разве я не молился, прося богов защитить тебя и вернее направить твой удар в горло льва? — Как ты мог решиться на это, сын мой? Хвостун посмеялся надо мной. — И я пошел, — ответил я. — Я знаю это. И прощаю тебя ради твоей горячей молодой крови, Гармахис. — Слушай меня теперь. И пусть мои слова глубоко вопьются в твое сердце, подобно водам Сигора, разливающимся по горячим пескам при восходе Сириуса, звезда с появлением которой совпадает начало разлития Нила. — Слушай же! — Я ничего не понимаю, отец мой, — отвечал я в полном недоумении. — Что сказала тебе старуха Атуа на берегу канала? Я повторил отцу все, что говорила мне старуха. — И ты веришь этому, Гармахис, сын мой? — Нет, — ответил я. — Как я могу верить всем этим сказкам? Она, наверное, помешалась. Все считают ее безумной. Аминамхат в первый раз взглянул на меня, стоявшего в тени. — Сын мой! Сын мой! — вскричал он. — Ты ошибаешься. Старуха небезумная. Она говорила правду. Говорила не от себя, а повинуясь голосу, который не будет лгать. Это Атуа пророчится. — Узнай же, что боги Египта предназначили тебе исполнить. Горе тебе, если ты уступишь слабости. Ты вовсе не чужой мне, усыновленный и принятый мной в дом и храм. Ты мой родной сын, и эта старуха спасла тебя от смерти. — Больше того, гармахис, только в тебе и во мне течет еще царственная кровь Египта. Ты и я из всех людей произошли непосредственно от фараона Нектнепфа, которого персиянин Охус выгнал из Египта. Персиянин пришел и ушел. За ним македонянин, и вот уже более трех столетий, как лагиды-узурпаторы, владеют двойной короной, оскверняя страну Кеми и подрывая нашу религию. — Заметь теперь, около двух недель, как Птоломей Дионисий, Птоломей Авлет, флейтист, который хотел убить тебя, умер. Евнух Патин, тот самый, который несколько лет тому назад приходил к нам с солдатами фараона, вопреки воле своего господина, покойного Авлета, посадил на трон его сына, мальчика Птоломея. Сестра его, прекрасная и гордая девушка Клеопатра, которой был завещан престол, убежала в Сирию. Если не ошибаюсь, она собирает войска и хочет воевать с братом. Между тем, заметь, это сын мой. Римский орел парит в вышине, распустив свои когти, и поджидая удобного случая спуститься на жирного барана, Египет, чтобы растерзать его. Народ Египта измучен иноземным игом. Египтяне ненавидят персиян, не могут слышать без злобы гимны македонян даже на рынках Александрии. Вся страна ропщет и страдает под игом греков, под сенью Рима. Мало ли нас угнетали? Разве не избивались наши дети? Не грабились наши богатства в угоду жадности и распутству лагидов? Разве не были заброшены наши храмы? Разве эти ничтожные греческие болтуны не издевались над величием наших вечных богов? Не осмелились смеяться над бессмертной истиной? Не называли Всевышнее существо другим именем, Сераписа? Разве Египет не скорбит о свободе? Уже ли его вопль будет напрасным? В тебе, сын мой, начертан путь к свободе. Тебе я передам мои права. Твое имя уже произносится шепотом в святилищах. Жрецы и народ готовы принести клятву верности тому, кто будет представлен им. Но время еще не пришло. Ты, подобно молодому зеленеющему дереву, не вынесешь такой бури. Сегодня тебе было послано испытание, и ты не устоял. Тот, кто служит богам, Гармахис, должен забывать все плотские слабости. Он должен быть равнодушным к насмешкам и похотям. Высока твоя миссия. Но ты должен быть достоин ее. Если ты не подготовишься и окажешься слабым, на твою голову падет мое проклятие. Проклятие всего Египта, всех оскорбленных египетских богов, пойми, что сами бессмертные боги в своих мудрых предначертаниях требуют от человека орудия своих планов, стойкости и храбрости, как от воина с мечом в руке. Горе мечу, ломающемуся в час битвы, ибо он достоин быть брошенным в жертву ржавчине или расплавленным в огне. Пусть сердце твое будет чистым, сильным и великим. Твой удел — необычный удел всех смертных. Если восторжествуешь, Гармахис, слава твоя будет велика и здесь, на земле, и после смерти. Падешь ты — горе, горе тебе тогда! Он помолчал, склонив голову, потом снова заговорил. — Обо всем этом ты узнаешь после, а пока ты должен многому учиться. Завтра я дам тебе письма, ты поедешь вниз по Нилу за белостенный Мемфис, в Анну. Там ты пробудешь несколько лет и будешь изучать нашу древнюю мудрость под сенью таинственных пирамид, в храме, при котором будешь состоять в качестве наследственного великого жреца. Тем временем я останусь здесь и буду ждать, так как час мой еще не пробил. С помощью богов я буду плести паутину смерти, в которую ты поймаешь македонскую осу. Подойди, мой сын, подойди и поцелуй меня в лоб. В тебе вся моя надежда, надежда всего Египта. Будь верен правде. Воспори с мужеством орла над превратностями судьбы, и ты будешь велик и славен. Если же предашься лжи и падешь, я плюну на тебя, и ты будешь проклят. А дух твой останется в рабстве до тех пор, пока не настанет день, когда печаль превратится в радость, и Египет почувствует себя свободным. Весь дрожа я подошел к отцу и поцеловал его в лоб. — Пусть самое тяжкое проклятие падет на меня, — сказал я, — если я обману тебя и окажусь слабым, отец мой. — Нет, не мое, нет, — вскричал он, — но тех, кому я служу и повинуюсь. Иди, мой сын, избереги мои слова в глубочайших тайниках твоего сердца. Замечай все, что увидишь, собирай росу мудрости, будь всегда готов к борьбе. Не бойся за себя, ты защищен от всего. Ничто не может повредить тебе, только ты сам можешь сделаться врагом самому себе и погубить себя. Иди. Я все сказал. Я ушел с переполненным сердцем. Ночь была тиха. Ни малейшего движения не замечалось во дворах храма. Я прошел по ним и достиг входа в портик у наружных ворот храма. Я жаждал уединения. Стремился к небу. Быстро взбежал двести ступенек и очутился на массивной кровли портика. Здесь прижался к парапету и засмотрелся вдаль. Полный месяц выплыл над холмами Аравии. Лучи его озарили портик, где я стоял. Стену храма позади меня и неподвижные изваяния богов. Холодный свет луны упал на далеко простирающиеся обработанные поля. Небесная лампада Изиды загорелась на небе, и лучи ее ласково скользнули вниз, в долину, где Сегор, отец страны Кеми, медленно катит свои волны к морю. Яркие лучи нежно поцеловали воду, которая улыбнулась им в ответ. И горы, и долина, река, храм, город, степь. Все это залилось ярким светом. Божественная матерь Изида проснулась и облекла землю в блестящее нарядное платье. Это была красота, не успевшая еще разогнать сладкой дремоты, торжественная и тихая, словно в час смерти. Мощно выселись храмы перед лицом ночи. Никогда они не казались мне столь величественными, как в этот час. Эти вечные алтари божества, перед которыми вся жизнь кажется жалкой и ничтожной. Мне предназначено было править этой залитой бледными лучами луны страной. На мою долю выпала честь охранять эти священные алтари, оберегать честь богов. Я должен изгнать Птоломеев и освободить Египет от чужеземного ига. В моих жилах текла кровь великих фараонов, которые мирно спали в своих гробницах в долине Фив, ожидая страшного судного дня. Душа моя переполнилась, когда я мечтал о моей великой, славной участи. Я сложил руки и тут же на крыше портика начал молиться так горячо, как никогда не молился после, взывая к тому, кого называют многими именами, кто проявляет себя в разных формах. О вечная истина! — молился я. Бог богов, который был от начала веков, бог истины, дающий всему жизнь, около которого вращаются все божества, саморожденный и пребывающий вовек, услышь меня! Услышь! О, Озирис, повелитель стран и ветров, правитель веков, властитель запада, владыка Аменти, услышь меня! О, Изида, великая, божественная матерь, мать Хора, таинственная мать, сестра, супруга, услышь меня! Если я действительно избран богом для выполнения его предначертаний, дайте мне знамение сейчас, чтобы навеки запечатлеть мою жизнь небесной милостью. Прикоснитесь ко мне, о боги, и покажите мне славу и сияние лица вашего, услышьте, услышьте меня! Я опустился на колени и поднял глаза к небу. Вдруг облако закрыло месяц. Стало темно. Воцарилась глубокая тишина. Даже собаки перестали выйти в городе. Тишина становилась все томительнее. Стало тяжко, как в присутствии смерти. Я чувствовал, что душа моя готова была вырваться из тела, и волосы шевелились на голове. Потом мне показалось, что крепкий портик обрушился подо мной. Сильный ветер подул мне в лицо, и чей-то голос проник в мое сердце. Смотри, вот знамение. Приучайся терпеливо владеть собой гармахис. Когда голос произнес эти слова, холодная рука коснулась меня, вложив что-то в мою руку. Облако исчезло. Снова засияла луна. Ветер прекратился. Портик не колебался больше подо мной, и ночь снова вступила в свои права. При свете месяца я мог рассмотреть, что осталось в моей руке. Это был дивный распускающийся бутон священного лотоса, от которого исходило чудное благоухание. Пока я разглядывал его, лотос упал из моей руки и исчез, оставив меня в полном удивлении. Глава четвертая Ответ гармахиса и его встреча с дядей Сеппа, великим жрецом Анну Эльра, его жизнь в Анну и слова Сеппа. Рано утром, на следующий день, меня разбудил жрец храма и передал мне приказание готовиться к путешествию, о котором говорил мой отец. Я должен был отправиться в греческий Гелиополь со жрецами храма Пта в Мемфисе. Они пришли в Абуфис, чтобы положить в гробницу одного из своих великих людей, и эта гробница была приготовлена недалеко от места упокоения священного Озириса. Я скоро приготовился к отъезду, и в тот же самый вечер, получив от отца письмо, простился с ним и со всем, что было мне дорого в Абуфисе, поплыв вниз по реке Сигор. Южный ветер быстро гнал наш корабль по течению. Когда кормчий наш, стоя на корме с жезлом в руке, приказал матросам убрать сходни, соединявшие корабль с берегом, к нам быстро подбежала старуха Атуа с корзиной трав в руке, пожелала мне благополучного пути и бросила нам вслед, на счастье, сандалию. Эту сандалию я берег много лет. Мы отправились. Шесть дней мы плыли по дивной реке, останавливаясь на ночь в укромных местах. Когда я очутился один, далеко от родных, от родины, которой я привык любоваться с детства, среди чужих людей, мне сделалось так грустно и тяжело, что я готов был заплакать, если бы не стыдился окружающих. Дивная природа, разнообразные впечатления, все это было так ново для меня, но я не хочу описывать это теперь. Жрецы, сопровождавшие меня, относились ко мне с уважением и поясняли все, что встречалось на пути. Утром, на седьмой день, мы прибыли в Мемфис, в город Белой Стены. Здесь я целых три дня отдыхал от путешествия. Глава пятая Возвращение Гармахиса в Абуфис Совершение мистерий Гимн Изиди Предостережение Аменемхата На следующий день я простился с дядей Сепа и с легким сердцем отправился из Анну в Абуфис. Короче говоря, я вернулся в полном здравии и благополучии из моей отлучки, продолжавшиеся пять лет и один месяц. Вернулся уже не мальчиком, а мужчиной, с умом, развитым науками и изучением древней египетской мудрости с некоторым знанием людей. Я снова увидал родную страну. Знакомые лица, хотя многие из них, завершили свой земной путь и переселились к Озирису. Проезжая через поля, я подъехал к ограде храма, из которого выходили жрецы и народ. Все они радостно приветствовали меня вместе со старой Атуэй, которая, кроме нескольких морщин на лбу, наложенных временем, нисколько не изменилась, оставаясь той же старой Атуэй, которая несколько лет тому назад прощалась со мной, бросив мне вслед сандалию. — Ля-ля-ля, — кричала она, — ты вернулся, мой прекрасный юноша, красивее, чем был, ля-ля, настоящий мужчина, какие плечи, какое лицо, какой стан, честь и слава старухе, которая тебя выненчила. Отчего ты так бледен? — Наверное, жрецы ванну морили тебя голодом. — Нет, не истощай себя, боги не любят скелетов, при тощем желудке тощая голова, — говорят в Александрии. Для нас это счастливая минута, радостный день, иди же, иди! Она крепко обняла меня, но я оттолкнул ее. — Мой отец! — Где мой отец? — воскликнул я. — Я не вижу его. — Нет-нет, не бойся, — отвечала она. Его святость чувствует себя прекрасно. Он ждет тебя в своей комнате. Проходи же! О, счастливейший день! О, счастливейший Абуфис! Я пошел, вернее, побежал, и скоро достиг комнаты великого жреца. За столом сидел мой отец, Аменамхат, малоизменившийся, хотя постаревший. Я подошел к нему, опустился на колени и поцеловал его руку. Он благословил меня. — Взгляни на меня, сын мой, — сказал отец. — Дай моим старым глазам рассмотреть твое лицо, чтобы прочесть в твоем сердце. Я поднял голову, и отец долго и серьезно смотрел на меня. — Я знаю все, — произнес он медленно. — Ты чист сердцем и силен в мудрости. Я не обманулся в тебе. О, как медленно и грустно тянутся годы! Но я хорошо сделал, что услал тебя отсюда. Теперь расскажи мне о своей жизни. Письма ничего не сказали мне. А ты еще не знаешь, мой сын, как тоскует отцовское сердце. Я рассказал ему все. Мы просидели долго за полночь в беседе. В конце концов отец сказал мне, что я должен готовиться к посвящению в мистерии, которые должны быть известны избранникам богов. В продолжение трех месяцев я готовился к ним, согласно священным обычаям страны. Я не ел месяц, постоянно находился в святилище, изучая тайны великого жертвоприношения и священной матери богов, молясь перед алтарями. Душа моя стремилась к богу, и в грезах я приобщался невидимому, пока земля и все земные страсти и желания совершенно не забылись мной. Я не желал более мирской славы. Мое сердце, подобно орлу, парило в вышине. Голос мира не находил в нем отклика, и зрелище земной красоты не восхищало его. Надо мной простирался огромный небесный свод, по которому двигались неизменные процессии звезд. Равнодушно смотря вниз на жалкие судьбы людей, где выседал на сияющем престоле бог, созерцая колесницу судьбы, катившуюся из сферы в сферу. О, великие часы священного созерцания! Кто может, вкусив вашу прелесть, снова мыкаться на земле? О, порочная плоть, влекущая нас в бездну! Я хотел бы совершенно уничтожить тебя, чтобы дух мой свободно искал Озириса. Месяцы искуса быстро пролетели. Близился священный день, когда я должен был соединиться с всеобщей матерью. Никогда ночь не ждала так страстно рассвета, никогда сердце влюбленного не ждало так нетерпеливо прибытия невесты, как я жаждал лицезреть твой сияющий лик, о, Изида! Даже теперь, когда я вероломно изменил тебе, и ты отвернулась от меня, божественная, моя душа рвется к тебе, и я знаю. Но я не должен, не могу говорить об этом, и буду продолжать свою историю. Семь дней продолжался праздник, вспоминались страдания Озириса, вспоминалась печаль матери Изиды и славное пришествие Хора, сына Мстителя, от Бога Рожденного. Все это исполнялось согласно древним обычаям. Лодки плавали по священному озеру, жрецы бичевали себя перед святилищами, и священные изображения до поздней ночи носились по улицам. На седьмой день, когда солнце закатилось, еще раз собралась большая процессия воспеть печали Изиды и искупления греха. Молча шли мы из храма по городским улицам. Впереди шли слуги, расчищавшие нам путь. Потом мой отец Аменамхат во всем своем жреческом одеянии с кедровым посохом в руке. Я, неофит, шел за ним, одетый в чистую полотненую одежду. За мной жрецы в белых одеждах со священными знаменами и эмблемами богов. Потом несли священную лодку, и шли певцы и плакальщицы. Всюду, куда падал взор, шли толпы народа, одетого в траур по Озирису. В молчании прошли мы улицы, достигли стены храма и вошли в него. Как только мой отец, великий жрец, вошел под ворота наружного портика, нежный женский голос начал петь священный гимн. Воспоем смерть Озириса, поплачем над его поникшей головой. Свет мира погас, и мир покрылся мрачной скорбью. Звезды небесные скрылись в беспросветной мгле. Изида горько оплакивает Озириса. — Плачьте вы, звезды, огни, реки, рыдайте горько, дети Нила, оплакивайте смерть вашего господина. Певица остановилась на высокой нежной ноте. Толпа же запела печальный припев. — Мягко, мерною стопой вступим мы в святилище, нежно взовем к усопшему, вернись, вернись к нам, Озирис, из холодного царства смерти, вернись к тем, кто чтит память твою и воздает тебе поклонение на века. Певица снова начала. — Мы идем в храм через семь переходов священных, и эхо вторит нашему плачу, неся жалобные звуки в тот далекий мир, в нетленные обители, где плачут священные сестры Изиды и Нефтида над беспробудно уснувшим Озирисом. Хор повторил припев. И снова зазвучал серебристый голос певицы. — Обитающий на западе, возлюбленный владыка мира, твоя любимая сестра Изида зовет тебя сюда. Возвратись к нам из мрачной обители, повелитель солнца, озари наш темный мир своим лучезарным блеском, вернись к нам. — Пусть воспарит твой дух, свободный от тлена смерти в небесной высоте, и, приветствуемый светилыми, вернется к нам. За тобой проснутся от смерти и оживут горы, долины, страны и небеса, и воздадут хвалу тебе. Восстань, вернись к нам, властитель Озирис! Хор вторил припев. Певица запела радостным и звонким голосом. Он проснулся и освободился от смерти. Воспоем восставшего Озириса, воспоем, светлое дитя священного нота. Твоя любовь, Изида, ждет тебя. Дыхание любви несется над тобой. Ты, мрачный Тифон, уходи, лети прочь. День осуждения близок, как огненная стрела, исчезает хорс небесной высоты. Еще раз, когда мы склонились перед святыней, светлые радостные звуки понеслись к сводам. Певица запела гимн Озирису, песнь надежды и победы. Сердце трепетно забилось в груди. В тишине храма дивно звучала чудная мелодия. Воспоем священных трех. Воспоем и восхвалим властителя миров на престоле. Источник истины и мира. И преклонимся перед ним. Исчезли мрачные тени. Воспрянули усталые крылья. Возрадуемся мы, слуги повелителя нашего. Мстительный хор исчез. Лучезарный свет воцарился. Тысячи голосов подхватили припев. Пение кончилось. Солнце близилось к закату. Великий жрец поднял статую живого бога и держал ее перед народом, собравшимся на дворе храма. Раздался могучий и радостный клик. Озирис! Наша надежда! Озирис! Озирис! Народ сорвал с себя траурное одеяние и остался в надетой снизу белой одежде. И как один человек преклонился перед Озирисом. Праздник кончился. Но для меня церемония только еще начиналась, так как наступающая ночь была ночью моего посвящения. Покинув внутренний двор, я вымылся, оделся в чистую полотненную одежду и прошел по обычаю во внутреннее святилище, где возложил обычную жертву на алтарь. Подняв руки к небу, я оставался в продолжении нескольких часов в немом созерцании, стараясь молитвой и размышлением собрать все силы к страшной минуте моего испытания. Часы медленно проходили в тишине храма, пока не отворилась дверь, в которую вошел мой отец Аменемхат, великий жрец, в белом одеянии, ведя за руку жреца Изиды. Будучи женат, жрец не имел права входить один в таинственное святилище божественной Изиды. Я поднялся на ноги и скромно стоял перед ними. — Готов ли ты? — спросил жрец, поднимая лампаду, которую он держал в руке, и освещая мое лицо. — О ты, избранник богов, готов ли ты лицезреть славу божественного лица? — Готов, — отвечал я. — Подумай, — сказал он снова торжественным тоном. — Это великая вещь. Если ты хочешь исполнить последнее желание, пойми, царственный Гармахис, что в эту ночь твоя плоть должна умереть, а твой дух устремится ввысь. — Если что-нибудь дурное и злое найдется в твоем сердце, когда ты предстанешь перед божеством, горе тебе, Гармахис, тогда, ибо дыхание жизни покинет тебя, твое тело погибнет. — А что случится с остальной частью твоего существа, я знаю, но не могу сказать. По египетской религии существо человека состоит из четырех частей — тела двойного или звездного вида, души и светоча жизни от божества. Чист ли ты и свободен от греховных мыслей? — Готов ли ты вступить в лоно богини, той, которая была, есть и пребудет вечно, и исполнять во всем ее божественную волю? Готов ли ты ради нее отбросить всякую мысль о земной женщине и трудиться для ее славы, пока твоя жизнь не сольется с ее вечной жизнью? — Готов, — повторил я. — Хорошо, — сказал жрец. — Благородный Аменемхат, мы пойдем одни. — Прощай, сын мой, — сказал мне отец. — Будь тверд и восторжествуй над духовным миром, как восторжествовал над земным. Тот, кому суждено править миром, должен возвыситься над ним. Он должен приобщиться богу и для этого должен изучить тайны божества. Будь осторожен. — Боги много требуют от того, кто дерзает вступить в круг их божественной славы. Если смертный, вступивший туда, уйдет назад, он будет осужден навеки, бичуем и наказан строго, ибо как велика была его слава, так же велик будет его позор. — Будь силен сердцем, царственный Гармахис. Помни, что кому много дано, с того много и спросится. А теперь, если ты твердо решил, иди. Куда мне не надо еще следовать за тобой? Прощай. И мы пошли.